Ильичевские новости 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 Их в круглый год за 1 куб 7 гривен 19 копеек. Все показания счетчика вы должны снимать фактически. Вы обязаны подпускать контролера к счетчику. Контролер должен вам предоставить удостоверение работника Ильичевского ГКХ. Обращаю внимание, что показания, снятые на первое число и оплоченные в течение месяца, ставятся на первое число. Вы можете позвонить по телефону и дать показания по телефону 554-80-770-2110 и 050-49-01999. Это наши телефоны, мы на них постоянно отвечаем. Для абонентов, у которых отсутствует счетчик газа, действуют следующие тарифы. Плита при наличии горячего водоснабжения 21 гривна 56 копеек на одного человека в месяц. Плита при отсутствии горячего водоснабжения 32 гривны 35 копеек в месяц на одного человека. Плита и газовая колонка 64 гривны 69 копеек. Тариф для абонентов без счетчиков на октябрь-ноябрь пока что точно не обозначен, так как горячая вода на сегодняшний день включена еще не во всех домах. Только после актов теплосети, конкретно по каждому дому, когда была запущена вода, мы сможем сказать четкие тарифы за октябрь и за ноябрь. Пока оплачиваете, вот как платили 32-35, а потом мы это скорректируем. Чтобы повысить качество обслуживания абонентов, городская служба газа организовала прием в одном из сел Ильичевского горсовета. Для удобства жителей ПГТ Александровка каждый вторник наш оператор будет вести прием в здание поселкового совета с 10 до 3 часов. Значит, адрес поселкового совета Ленина 58. Туда могут обращаться жители и села Ималая долина, и Брулача балка. Ну, кому удобнее приехать туда в Александровку. Напомню, что абонентный отдел Ильичевского управления эксплуатации газового хозяйства работает с понедельника по четверг с 8.30 до 16.30. Интересующую информацию можно получить также по телефону 5.54.80. А зараз офіційная информация. Ильичевский міський голова Валерій Хмельнюк выдав розпорядження про скликання та порядок денний першої сесії Ильичевської міської ради 7-го скликання, в якому, зокрема, говорится. Відповідно до частини 2 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 12 статті 86 Закону України про місцеві вибори, на підставі постанови Ільичевської міської виборчої комісії від 2 листопаду номер 120 скликати першу сесію Ільичевської міської ради 7-го скликання 3 листопада о 10-й годині в приміщенні Ільичевської міської ради. Запропонувати перші сесії Ільичевської міськради 7-го скликання такий порядок денний. Інформація голови Ільичевської міської виборчої комісії про результати виборів Ільичевського міського голови і визнання його повноважень. Інформація голови Ільичевської міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Ільичевської міської ради 7-го скликання і визнання повноважень депутатів. В конце октября в Украине стартовала дополнительная иммунизация против полиомиелита. С понедельника 2 ноября прививки от этого опасного недуга начали делать и маленьким жителям Ильичевска. Дополнительная иммунизация против полиомиелита началась практически одновременно по всех городах Украины. Данные мероприятия проводятся с целью поднятия иммунитета к вирусам, вызывающих опасный недуг полиомиелит. Это заболевание поражает спиной и головной мозг, а также вызывает различные формы паралича. Полиомиелит – страшное заболевание, которое облечет за собой тяжелую инвалидизацию. Поэтому мероприятия, которые в Украине начались проводиться с сентября месяца, дошли до нашего города. Все сотрудники и детской поликлиники, и медсестры детских садов, медсестры школ будут участвовать в этом мероприятии. Все проводится четко, по нормативным документам, по рекомендациям ВОЗ. Вакцина, которая получена для проведения этого мероприятия, французская, с хорошим сроком годности. Никаких волнений и переживаний о реакциях быть не должно, потому что на самом деле все происходит очень взвешенно, очень обоснованно и очень достойно. Вакцинация против полиомиелита будет проходить в три этапа. Первый раунд начинается у нас со 2 ноября и будет продолжаться три недели. Раунду подлежат дети от двухмесячного возраста до шестилетнего. Через месяц после окончания первого раунда начинается второй. Он припадает как раз на конец декабря месяца и даже на новогодние праздники. Но я думаю, что с подключением сотрудников детских садов мы сможем осилить правильное проведение этого раунда. И еще через месяц будет третий раунд, в который будут включены уже дети до 10-летнего возраста. Полиомиелит – это заболевание преимущественно детского и подросткового возраста. Большому риску подвержены дети до 10 лет. На сегодняшний день своевременная вакцинация – главная профилактика этой болезни. Более подробную информацию о графике проведения дополнительной иммунизации против полиомиелита Ильичевцы могут узнать в медицинских учреждениях города. А сейчас информация Ильичевского района электрических сетей о том, где во вторник в нашем городе не будет электроэнергии. В связи с ремонтными работами во вторник 3 ноября с 9 до 17 часов будет отключена электроэнергия в Молодолинском, по улицам Зеленая и Шевченко. Ильичевский РЭС приносит свои извинения за временные неудобства. На выходных в нашем городе произошла необычная авария, в результате которой автомобиль закончил свое движение на крыше колесами вверх. Подробнее в нашем сюжете. В субботу 31 октября в Ильичевске перевернулся автомобиль. Дорожно-транспортное происшествие произошло около половины третьего дня на кругу, где пересекаются улицы Парковая и Первое мая. По предварительным данным водитель БМВ не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. К счастью, обошлось без жертв. Все подробности произошедшего установят правоохранительные органы. А Ильичевским автолюбителям хочется напомнить о необходимости соблюдения скоростного режима, особенно в осенне-зимний период. По сведениям Ильичевского городского отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, в период с 26 октября по 2 ноября спасатели выезжали на два вызова, ложных вызовов не было. Во вторник, 27 октября в 9 часов 32 минуты поступило сообщение о задымлении первого подъезда дома номер 2 по улице Первого мая. Прибыв на место вызова, пожарные выяснили, что в шахте лифта горел мусор. В этот же день, в 17 часов 37 минут, пожарные выезжали по адресу улица Садовая, 76А, где тушили мусор на площади 30 квадратных метров. В субботу в Приморском парке состоялся фестиваль под заманчивым названием «Вино и еда». Такое масштабное мероприятие проходило в нашем городе впервые. Тематикой фестиваля была «Золотая осень». «Вино и еда» – такое колоритное название фестиваль получил не случайно. Все желающие могли попробовать здесь лучшие винные и кондитерские изделия нашего региона. Кроме того, тут можно было приобрести различную продукцию ручной работы. Организовали праздник участники молодежной организации МОА при поддержке городских властей и отдела культуры Ильичевска. Идея фестиваль заключается в том, чтобы познакомить горожан Ильичевцев, Одесситов с местной продукцией, с винными производителями, с кейками, чизкейками, то есть кондитеркой. И все, всевозможные хендмейные продукции, от вещей до всяких обложек, до книжек, до всего-всего-всего. Познакомить, сделать это культурно. Мы должны сделать культурный отдых для людей. У нас представлена любая различная продукция. Клинтвейны, кондитерские торты, чизкейки, капкейки, лучшая еда от лучших ресторанов Ильичевска, Эдельвейс, Метрополис. В рамках фестиваля специально для детей и их родителей в парке проходили конкурсы и мастер-классы. У нас очень хорошая детская программа. Мы делали на это уклон, чтобы родители могли спокойно отдохнуть и дети были их не заняты. Мы привлекли лавку чудес. Это папа Макс. Это одесситы, которые очень любят детей и умеют их развлекать. Под руководством Ильичевской мастерицы Варвары Гацуляк дети изготовили ангелов из ниток для вязания. Так хочется, чтобы все было добре в этих детей на все життя. Хай роблять первого ангела для себя. Это для детей, я думаю, самая важливая игрушка, которая должна быть на сегодняшний день. Субботний день выдался солнечным, но прохладным. Согревали посетители не только напитки, но и культурная программа от организаторов. Также здесь прошел подвижный флешмоб, чтобы все желающие смогли согреться, танцуя под ритмичную музыку. Гости и участники фестиваля получили массу приятных эмоций. Я думаю, что такие заходы, как и сегодня, у нас будут все чаще и чаще проходить. И очень хорошо, что дети, вот смотрите, они все зацикавлены, они это все с удовольствием делают. Организаторы хотят сделать такие тематические встречи постоянными. Проведение следующего фестиваля планируется в декабре, но на этот раз тематика праздника будет новогодней. На сегодня это вся информация, подготовленная для вас редакцией новостей Ильичевского телевидения. Сегодня с вами была Елена Прокопьева. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok